Слоны в праздничных нарядах Санта-Клауса принесли тайским школьникам одноразовые маски в рамках инициативы по повышению осведомленности о профилактике COVID-19. На кадрах можно увидеть слонов, одетых в костюмы Санты. На их хоботах импровизированные маски, наряды, украшенные новогодними игрушками и мишурой. Дрессировщики готовят слонов для участия в ежегодном рождественском празднике, который устраивается для школьников страны. Обычно слоны дарят им угощения и подарки, но в этот раз в рождественских корзинках одноразовые маски. Я думаю, что сейчас люди больше боятся коронавируса, чем раньше. Поэтому нам нужно продолжать рассказывать всем, как можно себя защитить. В 2020 году туристическая отрасль сильно пострадала от пандемии, досталась и слонам. У их владельцев серьезно упали доходы и средства на содержание крупных животных почти закончились. Хотя почти все население Таиланда исповедует буддизм, Рождество в стране обычно празднуется как часть курортного сезона в конце года. Церемония приведения к присяге 38 новобранцев швейцарской гвардии прошла без гостей в Ватиканском дворе Сан-Дамас из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Церемония приведения к присяге обычно проходит каждый год 6 мая, отмечая дату 147 швейцарских гвардейцев, которые упали, защищая папу Климента VII во время римского мешка. Это вид казни, когда жертву зашивали в мешок с разными животными – обезьяной, собакой или петухом – и бросали в воду в 1527 году, но были перенесены из-за пандемии COVID-19. Уникальный комплекс для отдыха в 300 километрах от полярного круга. Норвежская компания Dorthe Mandrup подготовила оригинальный архитектурный проект, очертания которого удивительным образом напоминают линии тела синего кита. Такое креативное решение было выбрано не случайно. Именно в этом районе часто можно увидеть этих грациозных животных, резвящихся в холодных водах. Сам комплекс планируют построить в удивительно живописном месте. Из огромных панорамных окон посетители смогут в тепле и уюте любоваться на бескрайние просторы северной природы и уходящую вдаль лазурь ледяных морей. Кроме того, внутри самого комплекса планируют расположить множество выставочных залов, кафе и ресторанов, а весь интерьер постройки выполнен таким образом, что у гостя складывается впечатление, будто он сам оказался на дне огромного холодного океана. На реализацию такого грандиозного проекта потребуется немало времени, поэтому его открытие планируется на 2022 год. Недавно открытый для посещений двухъярусный стеклянный мост Жуи в уезде Сяньцзюй городского округа Тайчжоу провинции Чэцзян привлекает туристов завораживающими видами. Конструкция состоит из двух волнообразных мостов, частично сделанных из прозрачного стекла и прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. При проектировании моста дизайнеры вдохновлялись формой церемониального китайского скипетра Жуи. Этот объект символизирует удачу и долголетие. Создание моста Жуи началось в 2017 году, и он не был официально открыт для туристов вплоть до 25 сентября этого года. Мост Жуи добавил популярности нашему туристическому уезду Сяньцзюй. Длина моста 100 метров, высота 140 метров. Он полностью охватывает долину Сяньцзюй. «Мост Жуи привлек сначала местных туристов, а потом туристов из-за пределов провинции и даже иностранных гостей. Так что я думаю, что этот мост принесет некоторую экономическую выгоду для нашего региона». В Китае есть еще несколько мест, способных составить конкуренцию мосту Жуи. Стеклянный мост Чанцзяцзе в провинции Хуань и тропа смерти горы Хуашань в провинции Шэньси. Однако и это место притягивает любителей острых ощущений. Мост стал настоящей достопримечательностью. Посетить которую спешат истинные смельчаки. Туристы объяснили, чем их привлекает мост Жуи. «Я слышал о мосте Жуи раньше и видел его в ТикТоке». «Очень эмоционально. Я даже немного испугалась, потому что, стоя на мосту, сквозь него все видно. Так что ноги подкашиваются и душа в пятке». Украинец Михаил Баланинец – потомственный пчеловод в третьем поколении. Мужчина занимается любимым делом уже 12 лет. Сейчас в его сказочном селе живут 120 пчелиных семей. «Рассматривая журналы про пасеку, нашел фотографию. Пчеловод-олейник из Винницкой области вышел на пенсию и начал делать декоративные ульи. Мне понравилось очень. Я начал с одного, потом второй, третий. Так каждый год по два улья. И получилось у нас миниатюрное село». «Пасека Михаила не похожа на скопление обычных деревянных коробок. Многие жилища пчелу выполнены в виде маленьких домиков-избушек. Чтобы улья не был тяжелым, крыши Михаил делает из металла, а не из дерева». «Идея в голове у меня возникает. Сам из своих задумок беру, а так ориентируюсь, что под старинные домики было похоже. Но вынужден и под современное ориентироваться. Раньше так было, что с деревянными досками были. Но если бы я сейчас так сделал бы, то были бы тяжелые крыши, и невозможно было бы поднять. Поэтому я покрываю крыши металлом. А так стараюсь, чтобы было приближено к старинным». «Таким образом мужчина старается воссоздать облик домов региона. В процессе работы над некоторыми из ульев Михаил использует технику браширования, чтобы приблизить их вид к старинным». «Этот у меня, как я говорил, брашированный. Не покрытый краской никакой. Одни дверки покрыты, и все. А это специально от синичек. Зимой синички прилетают, они мертвую мушку не едят. Они стучат и выманивают живую. Специально поставил им кусочки шифера, чтобы они не могли выманить пчел». «Свои ульи Михаил не продает. Это его любимое дело. Пчеловод мечтает создать музей ульев, поэтому планирует расшириться и всегда ждет в гости любимых посетителей». Кайли Митт, 14-летняя девушка из Сан-Диего, Калифорния, является большой поклонницей действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который вдохновил ее усердно тренироваться и изучать смешанные боевые искусства. После того, как Кайли создала свой инстаграм-аккаунт под ником «Мини Хабиб», в котором она выражает восхищение Хабибом, девушка смогла встретиться со многими звездами из мира смешанных боевых искусств, включая Ронду Роузи, Дайну Уайта, Джона Джонса и Джастина Гейджи. Кайли стала поклонницей Хабиба после того, как он победил Майкла Джонсона в 2016 году. Но ее любимый поединок – это бой Хабиба против Конора Макгрегора, который она посетила в 2018. «Мне действительно нравится, как он доминирует в октагоне, как он наносит удары, как жестко он себя ведет и как он может контролировать людей, когда он борется, как он неудержим». Хабиб Нурмагомедов все время носит кавказскую папаху, которая является традиционным головным убором для жителей его родного Дагестана. На своей страничке в социальных сетях Кайли выложила фотографии со звездами, которые носят папаху, наподобие той, что у Хабиба, запустив успешный инстаграм-челлендж под названием «Хабиб тайм». Время Хабиба. «Я получила папаху на открытой тренировке, когда он принимал участие во встрече со своими поклонниками. И он сказал, что тот, кто задаст лучший вопрос, получит его папаху. Поэтому я спросила, почему он все время носит свою шапку. И тогда он рассказал историю ее и что она означает. А после встречи он передал папаху мне. Когда Хабиб закончил карьеру, я немного расстроилась, но я рада, что он смог забраться на вершину, потому что немногие бойцы могут это сделать. Я за него счастлива». Хабиб Нурмагомедов объявила о завершении своей карьеры в октябре 2020 года. Шокировав поклонников, боец пошел на такой шаг по просьбе матери.